В Абакане Юрий Николаев лично отобрал юные таланты из Хакасии для участия в программе «Утренняя звезда». Первые кадры с финала регионального этапа легендарного конкурса только у нас. Главным политическим событием недели стало обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию. И впервые отдельного упоминания в нем удостоилась наша республика. Президент заявил о том, что необходимо поднимать экономику Сибири и Дальнего Востока. Поэтому Федеральный Центр готов помочь трансфертами и налоговыми послаблениями. Вновь подчеркну, ресурсы государства и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей. Ну, например, таких, как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь 21 век. Задача, которую предстоит решить, беспрецедентна по масштабу. А значит, и наши шаги должны быть нестандартными. Мы уже приняли решение по льготной ставке налога на прибыль и ряду других налогов для новых инвестпроектов на Дальнем Востоке. Считаю целесообразным распространить этот режим на всю Восточную Сибирь, включая Красноярский край и республику Хакасия. По сути, федеральный центр услышал власти Хакасии, которые сейчас реализуют несколько крупных инвестпроектов. Главное из которых – это открытие новых производств в рамках Абакана Черногорской агломерации. Республике дан и другой хороший сигнал. Владимир Путин считает необходимым поощрять те регионы, где создаются технопарки и бизнес-инкубаторы. А именно – возвращать им заработанные на этих площадках налоги. На церемонии оглашения послания присутствовали первые лица Хакасии. И вот первый комментарий главы республики Виктора Зимина. Особый интерес вызвало включение Хакасии в программу по развитию Сибири и Дальнего Востока с возможностью получения льгот по федеральным налогам при открытии новых предприятий. Это важно с учетом активной реализации проекта Абакана Черногорской агломерации и промпарка Черногорский. Послание президента открывает новые перспективы для развития Хакасии. И к другим темам послания. Говоря о развитии экономики, Владимир Путин вновь затронул вопрос об отходе от сырьевой зависимости, о борьбе с офшорами и развитии высоких технологий. Именно в реализации этих задач глава государства видит главный выход из экономического кризиса. При этом бюджетные трудности не могут быть поводом для сворачивания майских указов президента. Прежде всего речь идет о повышении зарплат бюджетникам. Так мы повышаем зарплату в образовании и здравоохранении. Чтобы работа учителя, преподавателя, врача вновь стала престижной и привлекала сильных выпускников вузов. Но достойная оплата труда, как мы и договаривались, должна обеспечиваться не только исключительно за счет бюджетных вливаний, а благодаря реформам, которые призваны повысить эффективность расходов, а главное качество услуг в социальной сфере. Где все эти меры? Создание указов прошло полтора года. Проведение преобразований затянулось и затянулось недопустимо. В результате люди, потребители услуг, кардинальных изменений не чувствуют. Мы выделяем огромные ресурсы, но если проводить реформы, вместо качества будут расти только неэффективные расходы. Раздуваться управленческий аппарат. Что и происходит часто на практике. Обращаю на это внимание и федеральных органов власти, и руководителей регионов Российской Федерации. Также Владимир Путин напомнил о том, что медицина должна быть бесплатной, и предложил, чтобы с 2015 года все дети и подростки проходили обязательную бесплатную диспансеризацию, а взрослые раз в три года. Особое внимание президент уделил поддержке семье и увязал этот вопрос с решением жилищной проблемы. Правительство уже определило подходы к реализации программы строительства доступного жилья. В ее рамках до конца 2017 года планируется дополнительно построить не менее 25 миллионов квадратных метров жилья со всей социальной инфраструктурой, чтобы семьи со средним достатком могли улучшить свои жилищные условия. Я предлагаю даже назвать эту программу «Жилье для российской семьи», чтобы концентрировать внимание на этой проблеме. Затронул глава государства и национальный вопрос. Признавая недочеты в государственной политике, президент тем не менее считает, каждый несет ответственность за возникающее межэтническое напряжение. Его провоцируют не представители каких-то народов, а люди, лишенные культуры, уважения к традициям, как к своим, так и к чужим. Это своего рода аморальный интернационал, в который входят и распоясывшиеся, обнаглевшие выходцы из некоторых южных регионов России, и продажные сотрудники правоохранительных органов, которые крышуют этническую мафию, и так называемые русские националисты, разного рода сепаратисты, готовые любую бытовую трагедию сделать поводом для вандализма и кровавой бузы. Мы вместе должны справиться с этим вызовом, должны защитить межнациональный мир, а значит единство нашего общества, единство и целостность российского государства. Президент не мог не затронуть в своем послании тему Конституции. По мнению Владимира Путина, основные ее положения незыблемы, однако точечные коррективы возможны. Речь идет об объединении Верховного и Арбитражного судов. Также глава государства заявил о необходимости сильной и финансово-независимой власти на местах. Работу над этим он предложил начать уже в следующем году. Бывшие работники совхоза «Борец» продолжают борьбу за свою зарплату. Предприятие обанкротилось, но заработанного 3 миллиона рублей люди так и не получили. Дело дошло до того, что сельчане подали жалобу в прокуратуру на приставов, которые обязаны были исполнить решение суда о возврате долгов. Об этом стало известно в четверг, когда состоял заседание в Ширинском районном суде. Иск инициировали судоисполнители. Предприятие должника ликвидировали и взыскивать долги по зарплате не с кого. Но такое решение приставов возмутило бывших работников. После банкротства борца почти 300 человек остались без денег и работы. Удовлетворять просьбу приставов суд не стал и вернул документы на доработку. Каковы шансы помочь бывшим работникам совхоза и что думают по этому поводу ответственные структуры, узнавала Елена Крылова. Еще одно заявление написали пострадавшие сотрудники. Теперь они требуют проверить работу конкурсного управляющего. Он должен был выплатить им зарплату до ликвидации предприятия. Это уже вторая жалоба после вчерашнего суда. По закону прокуратура даст ответ в течение 30 дней. На вчерашнее заседание прокурор мог не ходить. По закону не обязательно. На претензии людей в недостаточном внимании от надзорников ответа нет. В целом по ситуации официальный комментарий прокуратура дала такой. Ранее прокуратурой Ширинского района проводилась проверка в ГУП РХА Борец по соблюдению трудовых прав граждан в период его деятельности и конкурсного производства. По результатам проверки был принят комплекс мер прокурорского реагирования. В том числе по инициативе прокуратуры судом выданы судебные приказы о взыскании в пользу работников предприятия задолженности по заработной плате. Судебные приставы сегодня рассказали о своей роли в этом деле. Взыскать долги они пытались, но когда на предприятии вводится конкурсное управление, они не имеют права арестовывать имущество, только деньги. Счет у совхоза был один, на момент ареста на нем лежало без малого 100 тысяч. Их приставы изъяли. Больше ни копейки не поступило, хотя совхоз работал. Нам понятно возмущение людей, которые остались без своих кровно заработанных денежных средств, но на тот момент судебные приставы исполнителей Ширинского отдела судебных приставов сделали все от них зависящее. Что касается Минсельхоза, ведомство взяло паузу до понедельника, чтобы сначала тщательно разобраться в ситуации, которая, кстати, стоит на особом контроле. Непоследовательность перевозчиков стала одной из главных тем обсуждения в Абакане. Протестуя против принятия нового положения о перевозках, предприниматели угрожали голодовкой и забастовкой. Угрозы казались реальными. Власти и горожане начали готовиться к транспортному коллапсу в понедельник, как вдруг вечер пятницы наступила развязка. Предприниматели передумали, ограничившись коллективными письмами в ряд инстанций. О том, как развивались события, смотрите прямо сейчас. Это последнее заседание согласительной комиссии, в составе которой перевозчики и чиновники вместе решали, по каким правилам должен существовать рынок пассажирских перевозок. Еще на прошлой неделе казалось, что все обо всем договорились, но федеральный закон вновь развел мэрию и предпринимателей по разной стороны баррикад. Мы сказали, вы не услышали. Какие проблемы? А как мы можем услышать, если есть предписание? Проект положения, который устраивал и перевозчиков, и администрацию, антимонопольная служба признала неправомерным. Нельзя оставлять предпринимателей на их маршрутах до 2016 года. Такое право должно разыгрываться только на торгах. Следуя букве закона, мэрия объявила владельцам маршруток – отсрочки на два года не будет. Первые конкурсы состоятся уже в апреле следующего года. Отсрочку дадут лишь на исполнение самых затратных требований, предъявляемых к автобусам. Два критерия – это низкопольные. И второй критерий – это больше, так будем говорить, вместимости с 1-го, 1-го, 16-го года. Услышав новость, представители перевозчиков даже не стали спорить и удалили из заседания комиссии. Но это было совсем не отступление. Последнее слово перевозчики решили оставить за собой. Скорее всего, предварительное решение такое, предприниматели объявят голодовку. Ну и дальше действия будут развиваться независимо. Сход предпринимателей состоялся на следующий день после заявления о забастовке. Перевозчики подписывают письма в прокуратуру и мэру Абакана. Но главное – вот это объявление о том, что в понедельник автобусы работать не будут, потому что их владельцы начинают голодовку. По словам протестующих, новое положение, которое собирается принять администрация, имеет признаки коррупции. Написано контроль. Кто будет этот контроль проводить? Каким образом этот контроль будет проводить? Это что, баба Маша, которая работает контролером, вышла вот так, посмотрела. Ага, 28-й вижу, 29-го не вижу, не приглашая предпринимателей для проверки, не приглашая, значит, должностное лицо предпринимателя. Просто акт написали, и на этом все. Минус балл. Вот эти все критерии для кого-то подготовлены специально. Мы пока не знаем для кого, но... Если человек, или компания какая-то... Если МАЗ – это низкопольный автобус, то все читаемо. Витает везде, что якобы сюда могут зайти перевозчики Красноярского края. Там, может быть, даже рассматривалось такую, слышали, что из Кузбасса вроде бы рвутся сюда толку перевозчиков, которые хотели бы занять этот шинок. Но это все домыслы. На каждое обвинение предпринимателю у представителей власти есть контраргумент. Мэрия и рада бы оставить тот вариант положения, который устраивал перевозчиков. Но пойти против федерального закона она не может. Да и давно требовалось навести порядок в отношениях с перевозчиками. Сейчас между администрацией и владельцами маршруток элементарно нет договора, который прописывает обязанности сторон. Но пока власти думали, как не допустить транспортного коллапса, решение пришло само собой. В пятницу предприниматели неожиданно, наверное, и для себя самих, передумали бастовать. На сегодняшний день перевозчики обратились в городской совет депутатов с просьбой об исключении всевозможных коррупционных пунктов, которые считают предприниматели коррупционными. Естественно, что надеются на депутатов городского совета, что исключат какие-то там всевозможные критерии, которые подозрительные, скажем, да, либо коррупционные. С понедельника автобусы будут работать в обычном режиме. Акции протеста не будет. Естественно, что перевозчики обратились к депутатам городского совета. Почему вдруг перевозчики перенесли свои надежды с мэра на горсовет? Как объяснил Александр Семенов, одной ночи ему хватило, чтобы вспомнить о комфорте пассажиров и кардинально изменить свою позицию. Теперь предприниматели надеются на здравый смысл абаканских депутатов, за которыми окончательное слово. Какими будут правила игры на одном из самых прибыльных рынков Абакана? И еще о жизни столицы. На Новый год абаканцы не останутся без голубого топлива. В городе начала работать компания «Красноярск Райгаз». Как сообщил нам ее региональный представитель, все управляющие компании подписали договор с новым поставщиком. Он уже приступил к заправке газгольдеров, домов по Аскиской, Пирятинской, Рыбацкой и другим улицам. При этом часть домов продолжает обслуживать находящийся в стадии банкротства «Хакасгаз». Но он будет работать только до конца года. Приход «Красноярск Райгаза» совпал с изменениями правил обслуживания газового оборудования. В этом году федеральные власти объявили его собственностью самих жильцов. Естественно, всех волнует, как изменится квартплата. И вот какие комментарии в связи с этим дает представитель «Красноярск Райгаза». «Хакасгаз» принимал только 26 рублей. С квартиры брал повод ГУ, внутридомового газового обслуживания. Сейчас они вырастут, ну, можно сказать, значительно. Потому что там в зависимости от управляющей компании, в зависимости от технического оборудования, находящегося непосредственно у управляющей компании. Это там будет, в расчетах там идет длина трубопроводов на обслуживание, количество групповых установок, головок, количество вводов и всего остального. Не исключено, что красноярский поставщик также будет работать в селе Подсиние. Что касается других сел и городов, то пока ситуация точно определилась в Черногорске, Устябакане и Расцвете. Как стало известно нашим корреспондентам, администрация города угольщиков создала новое предприятие «Черногорск ГАЗ», которое будет поставлять «Голубое топливо» в вышеназванные территории. Ожидается, что к работе компания приступит в ближайшее время. На неделе общественность вновь вспомнила о страшной аварии, случившейся в Абакане на улице Некрасова в прошлом месяце. Водитель врезался в колонну школьников, когда они переходили улицу по пешеходной зебре. Зовут его Иван Попов, и во вторник суд решал, оставить его под стражей или выпустить на свободу. Нарушитель задержан на два месяца, пока идет следствие. Однако такое решение Иван Попов посчитал слишком суровым. И подал апелляцию с просьбой отпустить его на свободу. Заседание суда шло в режиме видеосвязи с задержанным. Слово ему давали трижды. И каждый раз водитель заявлял о полном своем раскаянии. Я действительно раскаялся, очень сильно переживаю о состоянии здоровья детей. Хотел бы сделать все возможное, чтобы как-то... Ну, избежать не хочу такого как-то грех на душу брать. Также Иван Попов заявил, что в случае, если его отпустят на свободу, он не будет скрываться от следствия. Однако суд решил, что нарушитель должен остаться в СИЗО. А в Саиногорске начало другого громкого процесса. На скамье подсудимых Евгений Серых, который убил свою гражданскую супругу Марину Иллистратову и сжег ее тело. А потом цинично заявил о ее пропаже в полицию. У погибшей осталось двое маленьких детей. Ольга Стельмах была на заседании суда и может рассказать подробности. Нервное напряжение в зале. Родственники погибшей стараются держать себя в руках. Ведь неделю назад заседание уже срывалось. Матери Марине Иллистратовой от шокирующих подробностей убийства ее ребенка стало плохо. Указанные повреждения носят характер прижизненных. Возникли не менее, чем от одного воздействия тупого твердого предмета. Дочери нет, внуки-сироты на скамье подсудимых зять. Об этой семейной драме в сентябре узнала вся Хакасия. Ушла платить за садик и не вернулась. Версию исчезновения жительницы Саиногорска оперативники отрабатывали две недели, пока не нашли у обочины дороги сожженное тело. Под стражу взяли сожителя Мариной Иллистратовой, отца ее младшего сына Евгения Серых. Именно он заявил в полицию, придумал легенду исчезновения и все это время якобы содействовал следствию. Первыми неладное почувствовали родственники. Через сутки предполагалось, что что-то уже плохое. Жизнерадостная молодая девушка, 23 года. Сколько я ее знаю, чтобы она ушла на три часа, оставив ребенка, она не уходила. А на такой промежуток времени вообще никак. Хладнокровность и расчетливость преступления шокируют по версии следствия. 35-летний Евгений Серых убил Марину в присутствии двух детей. Старший сын четырех лет находился на балконе, младший спал в соседней комнате. Во время ссоры мужчина ударил жену чайником по голове и задушил. Затем замыл следы, поместил тело в сумку, вывез на пустырь, облил бензином и сжег. После зверского убийства спокойно уехал на работу. Сегодня ему грозит срок от 6 до 15 лет заключения. Осиротевших детей, а младшему нет и года, на попечение взяла двоюродная сестра Марины Иллистратовой. Собственных у нее четыре ребенка. Однако это нисколько не напугало многодетную мать. С сентября месяца воспитываем. Младший ребенок уже мамой называют, папой. Что на самом деле случилось с их родителями, об этом дети узнают, заверила Ольга, не раньше, чем окрепнет их психика, чтобы принять тяжелую правду. В эфире Вести Хакасия, события недели и в продолжение темы главного праздника недели, Дня Конституции. Как сообщает газета «Коммерсант», Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос на тему, как россияне относятся к главному закону страны. Давайте посмотрим, что удалось выяснить. И первый сакраментальный вопрос на знание Конституции. Оказывается, даже по происшествии 20 лет со дня принятия документа, пятая часть россиян совершенно не представляет его содержание. Правда, раньше таких не зная, их было больше. К примеру, еще 4 года назад показатель составлял 24%. Тех же, кто хорошо знает Конституцию, 14%. Ну а больше всего 64% Конституции хоть и не читали, но в целом понимают ее основные положения. Отсюда неоднозначное отношение россиян к главному документу страны. 35% уверены, что Конституция играет значительную роль в их жизни. Еще столько же уверены, что незначительную. И лишь 22% респондентов заявили, что вообще Конституция никакой роли в их жизни не играет. 8% затруднились с ответом на вопрос. И что касается третьего вопроса, то россияне ответили на него так. Больше всего они ценят право на жизнь, 56%. Право на свободу и личную неприкосновенность, 51%. Право на социальное обеспечение по возрасту важно для 31%. Свободу передвижения ценят 16%. И свободу избирать и быть избранным отметили всего 11% респондентов. Итак, какие выводы делают социологи? Знание Конституции у россиян не растет. Она не стала очень уважаемым документом. И в целом граждане не ощущают ее связи со своей каждодневной жизнью. Эксперты считают, чтобы жители России ощутили такую связь, Конституцию нужно лелеять и восхвалять на протяжении жизни нескольких поколений. Вот уже полмесяца жители Хакасии, как и остальные россияне, освобождены от так называемого мобильного рабства. По новому закону абоненты имеют право сохранить свой номер при переходе от одного оператора к другому. Для этого достаточно написать заявление в ту компанию, на чью связь абонент хочет перейти. Плата за смену оператора 100 рублей. На стадии обсуждения законопроекта говорилось о том, что чуть ли не половина россиян желают избавиться от мобильного рабства. Мы поинтересовались у региональных представителей Большой Тройки, много ли жителей Хакасии хотят воспользоваться услугой. Конкретные цифры никто не захотел называть. Это коммерческая тайна. Но каждый заверил, желающие перейти к ним есть. Вместе с тем, ажиотажа среди абонентов республики нет. Да и менять сейчас оператора не стоит. Не все технически готово к оказанию услуги, поэтому при переходе номера есть риск потерять часть входящих звонков и смс. Система сейчас работает в тестовом режиме и нужно время на ее обкатку. Тем, кто все-таки хочет воспользоваться услугой, операторы советуют подождать до следующего года. В этой связи у многих пользователей сотовой связи возникает другой вопрос. Почему бы Госдуме не заняться более насущными проблемами? К примеру, принять закон об отмене роуминга внутри страны. А сейчас о самом долгожданном культурном событии недели. В Абакане юные таланты соревновались за право участия в конкурсе «Утренняя звезда». Отбор проводил сам Юрий Николаев. И можно только представить, как волновались мальчишки и девчонки, а также их наставники и родители. Наш корреспондент Юлия Константинова была и за кулисами, и в зрительном зале, и готова поделиться своими впечатлениями. Я уверен, что каждого исполнителя вы будете встречать громом аплодисменте. Открывая конкурс, Юрий Николаев задал тон, создал совсем не конкурсную атмосферу, а праздничную, отметив. «Утренняя звезда. Праздник». Праздник открытия новых талантливых маленьких звездочек, которые, возможно, через несколько лет будут блистать на российской сцене. Примеров тому немало. Валерия Пелагея, Сергей Лазарев, Анна Лорак, которые тоже, как наши маленькие конкурсанты, волновались перед ответственным выходом на сцену. Рецепты успеха у всех разные. «Всегда держимся за руки, складываемся кружком руки, на раз, два, три, с Богом говорим». Иногда помогает, иногда нет. Столичные гости отметили, многие ребятишки на репетиции выступили лучше, чем в финале конкурса. Тем не менее, уровень подготовки наших маленьких талантов очень высок, считает команда «Утренней звезды». «Министры, мы вас поздравляем. Проехали всю Россию от Калининграда до Хабаровска. Вот такого уровня мы еще не видели. Я просто, ну, конечно, это было очень приятно, потому что это люди, которые действительно понимают. Лена Перова – это музыкант, интеллектуальный музыкант высочайшего уровня. И мнение было для нас, конечно, очень важным». Женя Берш из Копьева в списке фаворитов. Ему всего семь лет, но на сцене держится уверенно. Рассказывает песню «Птичкина». «Дом на колесах» выбрал руководитель. Не случайно. Во-первых, озорная, по возрасту, во-вторых, показывает диапазон. Да и цирк на маленького вокалиста произвел впечатление. «Мне в Красноярске очень цирк понравился, и мне очень было приятно эту песню исполнять. Вот у меня вот вообще прям волнения не было. Это для меня было, это как сюрприз такой». Сюрприз удался. У конкурсанта диплом лауреата второй степени. Неплохо, если учесть, что заниматься вокалом начал всего полтора года назад. Впрочем, есть перспективы практически у всех участников конкурса. Ведь каждый, кто выходил на сцену, уже победитель. А мнение жюри весьма условно. 12 лет, делится Юрий Николаев, выбрать лучшего из лучших было для автора «Утренней звезды» самым сложным. И с самой большой радостью – возможность пригласить понравившегося исполнителя хотя бы в качестве гостя передачи. Сейчас такой возможности нет, поэтому каждое обсуждение кандидатов на гран-при похоже на сражение. В жюри у меня сидели звезды, ну, не буду перечислять, но все. И подходили ко мне и спрашивали, Юр, ну кому поставить пять, кому четыре? Я говорю, расслабьтесь, ради бога. Вот расслабьтесь и получите удовольствие. Кто вам больше понравился, не думайте почему. А вот кто больше понравился, поставьте пятерочку. Кто меньше, ну, там четверочка. Все. Я говорю, да, только вот первое восприятие. Это, я считаю, что это правильное решение. У нас в Хакасе, отмечает народный артист России, на высоте хореография. Чувствуется, что есть школа, системная работа с детьми. Есть неплохой вокал, а фольклор просто потрясающий. Впервые он увидел выступление хакасских коллективов во Франции на русской неделе в Каннах. Поразили и горловое пение, и национальные танцы, и костюмы, наконец. Кстати, специально к финалу регионального конкурса многим участникам костюмы шли специально. Делали хорошие фонограммы на средства гранта Министерства культуры России. Занимались с ними репетиторы, хореографы. Ну, в общем, такой период был. Хотя, конечно, для такого проведения регионального, конечно, может быть, ограниченное время. Но вот постарались сделать, чтобы это было достойно. Получилось. Зрители в восхищении. Высоко оценивают результат и наши гости. По крайней мере, прозвучало предложение представить проект «Утренняя звезда в Хакассии» на столичных площадках. Коллективы, исполнители взяли, что называется, на заметку. И есть шанс, что пригласят участвовать в фестивалях, конкурсах другого формата. А что касается «Утренней звезды», награды получили все участники. А гран-при не дали специально, оставив за собой право после оценки видеоверсий финалов во всех десяти регионах России отобрать самые интересные номера и самых перспективных исполнителей. Так что имена, приглашенных в Москву, наших маленьких земляков, мы узнаем лишь в конце апреля. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, Двести Хакассия, События недели.